АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Чупырин Барабанщик, Анатолий Рясов Какие-то труднения с представлением И отвечает у нас за лирику Кто еще участвует в вашем коллективе? У нас еще около 10 человек Это басист Евгений Фторов Два гитариста Сергей Садыков, Сергей Волков Клавишник Михаил Данилин Еще много людей походу сделано Что с вами такое произошло? Может у вас какая-то психологическая травма Или похитила НЛО? Почему образовался коллектив Кафтан Смеха? Ну, возможно, я... Можно мне ответить на этот вопрос? Пожалуйста В середине 90-х годов так получилось, что Мне пришлось лечь в пятнашку на 45 дней На Каширском шоссе И вот так получилось, что... 15-я психиатрическая лечебница Какие-то проблемы с нервами? Нет, я не апоприрую, но дело в том, что Как бы... Так получилось, что призывной... Призывной возраст? Нет, нет, не призывной возраст А призывной... Куда кладутся призывников, там он был переполнен Призывное отделение? Да, призывное отделение Для тех, кто косит от армии, правильно? Да, и меня положили именно в острое отделение мужское на третий этаж Вот, и вот 45 дней я там пролежал Возможно, это послужило тем толчком, чтобы что-то вот делать подобное Это был какой-то трагический период в твоей жизни? Потому что ты так грустно об этом рассказываешь? Нет, нет, безусловно... Не прям страшно, что с тобой такое там что-то делали? Нет, нет, нет Адской не делали со мной, потому что все-таки понимали врачи, что Люди призывного возраста, они просто проводят здесь, чтобы Посмотреть, косят ли они или не косят Подготовить свои тел к войне Да, безусловно А вот людей, которые там по-настоящему лежали Действительно, хочу заявить по-настоящему, что электрошок существует И я делаю, говорю это на полном серьезе Вот, и поэтому... Пытают людей током, то есть ты хочешь это сказать? Да, безусловно, это я вижу, видел со своими глазами Ваше выступление, это какие-то театральные спектакли? Обстановочные, расскажите подробнее, у вас там обливается водкой, кефиром, какой-то стриптиз, фейерверк, матрешки Какие-то да, такие искаженные слухи Нет, у нас водки не обливаются обычно на сцене А почему? Ну, как-то вот пока не было задачи такой У нас обычно на сцене остаются какие-то ошметки теста, лопнувшие воздушные шары Какие-то остатки яичницы, которые не доели на сцене То есть в основном связаны с яйцами Окровавленные конфетти Ну, яйцо это вообще такой у нас символ Символ группы Символ нашей концепции, так скажем Скажите, парни, у вас есть треки с элементами рэпа? Вообще, как относитесь к этому стилю? К рэпу, ну... Рэп-корд, там, какие-то такие Да, есть у нас элементы с таким, может быть, несколько ироничным отношением к рэпу Совершенно нормально у нас в спектакле, когда какой-то мелодичный музыкальный фрагмент Ну, условно говоря, в стиле какого-то хард-рока 70-х Сменяется совершенно к нацистской декламации Это все просто отражает состояние человека, погруженного в какое-то безумие Ну, да Который сходит с ума в мире Который проливает на него потоки информации Совершенно бессвязный И, в общем-то, карнавальная культура, она всегда отличалась Через того, что она противостояла языку насилия, языку власти Которая не говорила обычно на языке смеха Она высмеивала все это и показывала То есть и фашистская декламация у нас обычно происходит с накрашенными губной помадой лицами С конфетти, да Скинхеды придут Им не будет нравиться, что когда-то с накрашенной губной помадой лицом Ну, да, от кисвиститов мало кто любит, в принципе Да, просто декламировать какие-то такие вот арийские лозунги То есть это... Ну, в общем, одним словом, это перебил, извини Это, грубо говоря... Хорошо, у вас яркое, всегда яркое ослепительное шоу На которое стоит сходить Ну, в общем, то есть, конечно, францконцертный ролик не даст представления полного о том, что происходит на двухчасовом выступлении И как вы относитесь к такому утверждению, что художник должен быть голодным? Ну, он... Согласный, да или нет? Нет, просто тут... Нельзя сказать, да или нет Просто художник всегда будет голодным Это надо признать Выявляйтесь художником Должен быть голодным, скорее, конечно, мы не согласны Но то, что он будет голодным, я не сомневаюсь Что-то такое... А к утверждению, женщина всегда права Ну, вот эти вопросики сложные дать ответ на вопрос Часто ссоритесь вы? Конечно, постоянно Рассказывают друг про друг гадости, а вот он пришел на репетицию Давай выгоним Не то, что гадости, но вот меня задевает то, что отработал концерт Причем у нас, как правило, бывают концерты не 40 минут и не час Бывает сольные выступления вообще длится два с половиной часа Вот, и чтобы это все-таки... Нет, это действительно так И чтобы людям было интересно смотреть Мы с собой тащим кучу всего, всякие вот... Ну, это... Всякие вот эти... Масок Ну да, художники все голодные, тщедушные Все свое ношусь с собой Да, мы отрабатываем концерты, выступления наши И приходится... Просто у нас база находится на шестом этаже В Сталинской постройке дома Ну, не важно, где она И приходится таскать ужасно тяжелую куфру за светом С остальными со всей вот этой утвари после концерта И никто не помогает Нет, помогают, безусловно, все, но с таким, как бы... С Пафосом, если ли, ладно, я уж помогу тебе Да Нет, ну, это не о помощи речь просто Там вынуждены их таскать У нас есть даже там какие-то люди, которые... Да, помогают вот именно Тяжелым физическим трудом Вот это задевает, безусловно Ну, я надеюсь, что после этой программы Это может как-то изменится Ну, ребята, наши... Поговорим теперь о более приятных вещах О вашем концертном видосе, который вы привлекли сегодня к нам Расскажите кратенько, что это представляет Ну, это одна из композиций Там, в общем, открывающие в основном концерты То есть она обычно третья по счету Интро, да? Такая у нас вся первая часть программы Это нескончаемое интро Самое время предоставить вам 30 секунд Это ваши слова телезрителям Мы должны их убедить, оставить ваш видос в эфире И сейчас все в ваших руках, парни Давайте Дорогие телезрители Сейчас в наше время настолько На мой взгляд, стало засели Просто вот этих фандиков Которым не нужно никому Ребята, слушайте хорошую музыку И хэви-метал Вот они Друзья, то есть если В случае Других телепрограмм Вы видите витрину, на которой вам предлагают товар То в нашем случае мы вам предлагаем Просто голову манекена на этой витрине Вы можете на него посмотреть Как он выглядит Мертвый художник Да, безусловно Если вам что-то не понравится Спокойно можно эту голову купить И сыграть с ней в футбол Вот такой вот концерт Если ты увидел себя среди этих чувачков Напиши смс текстом А1 Я там был И присылай на номер 1131 Как только поймешь, что программа закончилась Не забудь отписаться в чат Оставляем или сливаем клепец Ну а с вами была Сова Пока, всех целую Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok